Так, продолжаем урок по активности. Это, конечно, самый простой урок с моей точки зрения. Особенно он простой для тех, кто уже является экспертом, тем, кому есть чем поделиться. Поэтому никаких технических сложностей у вас не должно возникать. Вам нужно просто расслабиться и выдохнуть, и заниматься тем, чем вы занимаетесь жизнью, то есть общаться с людьми. Причем, поверьте, общение в интернете позволит вам выйти на таких людей, с которыми вы вряд ли когда познакомились в жизни. Мой личный опыт говорит о том, что в интернете очень много хороших, порядочных людей, и вот этих людей нужно вокруг себя объединять, дружить с ними, общаться с ними. Вот такое совместное общение, хотя бы в интернете, позволит вам увеличить уровень своей экспертности, обогатиться новыми знаниями. Поэтому, пожалуйста, не бросайте, общайтесь, пишите. В этом уроке мы поговорим о том, что называется второй этап активности, потому что для чего мы привлекаем внимание к нашему прогрессию? Чтобы начать с человеком общаться уже в личной переписке. У вас для этого должна быть какая-то причина. И причин этих можно найти достаточное количество. Причем, если причина очень объективная и понятна, вы, начиная общение с человеком в личной переписке, можете эту причину сразу обозначить. Ну, например, вот сейчас добавился ко мне человек в друзья, либо приняли мою заявку в друзья. Что можно сделать? Можно открыть страничку этого человека, он уже является вашим другом, он либо принял, либо сам добавил в вас в друзья. Нажать на кнопочку «Написать сообщение» и начинать с этим человеком общаться. Почему вы это можете сделать? Ну, потому что человек проявил какое-то ответное действие на вашу активность в социальной сети. В нашем случае принял заявку. Либо кто-то взял, прокомментировал ваш пост, либо взял, сделал лайк на вашем посте. Вы можете открыть, опять же, страничку этого человека. Если он не является вашим другом, возможно взять и нажать, послать ему приглашение в друзья, а возможно взять и начать с ним общаться, нажав на кнопочку «Написать сообщение». Конечно, человек, который нажал лайк, он может и забыть, что он нажал лайк над вашим постом. Человек, который написал комментарий под вашим постом, этот человек уже вряд ли забудет, потому что это довольно осмысленное действие. Человек, который только что добавился к вам в друзья, это однозначно человек, скорее всего, понимает, что он делает. Если, конечно, вы добавили в друзья про живого человека. Поэтому у вас есть возможность начать с человеком общаться. Причем, если зайдя на страничку человека, вы видите в правом верхнем уголке ВКонтакте написано «Онлайн», значит, это человек в сети. Вот над профилями, которые находятся онлайн, есть смысл совершать и какую-то активность первичную. И тем более, над такими профилями, которые сейчас находятся онлайн, есть смысл совершать второй этап активности, то есть писать им сообщения. Хотя в этом уроке и будет прикрепленный текстовый документ, этот текстовый документ называется «Скрипты». Что писать человеку, который добавился в друзья, что писать человеку, который принял заявку в друзья, что писать людям, которые прокомментировали, пролайкали ваши посты. Но убедительная просьба. Почитайте эти скрипты и просто ими больше не пользуйтесь. Потому что, когда человек начинает пользоваться каким-то скриптом, то он чаще всего делает. Он берет какой-то текстовый документ с вариантами ответов или с вариантами приветствий, выбирает этот ответ, копирует его, и это кидает в личное сообщение какому-то человеку. Просто берет вот сюда, в личку, и начинает ему писать. Это не общение, понимаете. Причем, вот эти скопированные сообщения видит и сам человек. Он видит, что вы очень быстро ему написали ответ из пяти предложений. И это видит сам контакт. Контакт понимает, что это сообщение не набрано, не напечатано. Оно просто скопировано. Причем, когда этих сообщений вы одинаковых раскидаете разным людям уже хотя бы больше ста контакт, и кто-то из людей начнет жаловаться на эти сообщения, очередная попытка отправить такое же сообщение, это опять же прямая дорога, бан вашего. Поэтому не надо пытаться работать по скриптам. Это всегда плохо. Это можно разрешить только людям, у которых нечего сказать. Если вы эксперт или начинающий эксперт, всегда лучше экспериментировать. Пытайтесь общаться, пытайтесь находить контакты с людьми. Причем в интернете здесь очень хорошо можно практиковаться. И самое страшное, что может случиться, вы можете получить заморозку своего аккаунта. Пожалуйста, к этому относитесь спокойно. Если вы внимательно отнеслись к домашнему заданию по оформлению первого продающего поста, в этом задании я говорил о формуле продающего текста, это АИДа. И ваше общение в социальной сети, в личной переписке, вы тоже должны выстраивать вот по этой формуле. Привлечь внимание, это вы уже сделали. То есть человек совершил какое-то действие над вашим профилем. То есть вы уже привлекли внимание этого человека. Затем человек заинтересовать или познакомиться. Это очередной этап. Потом вовлечение. Понять проблемы этого человека, что его интересует. Готов ли он с вами дальше продолжать общаться. Конечно, ваше предложение. Что вы можете этому человеку предложить. И однозначно какое-то действие. Потому что если вы общаетесь с человеком, не имея никакой цели, а ваша цель это пригласить человека на консультацию, то есть если вы с ним просто переписываетесь, то есть то, что называется флут в социальных сетях, это общение без какой-то схемы, без какой-то структуры. Вы просто тратите время. Поэтому ваша задача четко понимать, по каким этапам своего общения вы должны провести человека. И здесь вам очень поможет вот эта вот структура продающего текста. Привлечь внимание, заинтересовать, предложить ему что-то, объяснить, почему это выгодно этому человеку. И конкретное действие, призыв что-то сделать. Приходить ко мне на консультацию и так далее. Какая рекомендация по проведению общения в социальных сетях? Чем быстрее вы перейдете на голосовые сообщения, а социальная сеть ВКонтакте позволяет любому человеку, с которым вы общаетесь, не писать что-то, а нажать на значок «Голосовое сообщение» и начинать это голосовое сообщение надиктовывать. Остановить запись, удалить, если вам не понравилось. Если понравилось, то просто-напросто нажимаете «Отправить». И человеку уходит в ваше голосовое сообщение. Почему лучше общаться голосом? Ну потому что мы привлекаем людей в свою команду. И чем быстрее вы с ними познакомитесь, чем быстрее вы с ними начнете общаться голосом, то есть человеческое общение, тем будет лучше. Плюс, если у вас такая же грамотность, как у меня, то однозначно лучше общаться голосом. Но не всем удобно получать эти голосовые сообщения. Поэтому прежде чем что-то надиктовывать голосом, спросите у человека, будет ли ему удобно, если вы ему ответите голосовым сообщением в Контакте. Если человек скажет «Да, окей», пишите или отвечайте, то тогда начинаем с ним уже общаться сразу голосом. Вот такие несложные рекомендации. Они очень все естественны и очень понятны. Я ничего тут не рассказал такого нового. Единственное, еще раз повторюсь, я об этом говорил при комментировании постов в группах, на стенах. Пожалуйста, не отправляйте человеку сразу же ссылку на какой-то ваш ресурс, на вашу страничку в визитке и так далее. Особенно нельзя это делать в первом сообщении. Вот пообщавшись с человеком, поинтересовавшись у него, а не против ли он узнать о вас побольше, вы ему дадите ссылку на какой-то ресурс, где о вас рассказано больше. Если человек скажет «Да, окей», высылайте, только тогда вы можете отправить спокойно ссылку на вашу. Вот это вот бездумное раскидывание ссылки в личных сообщениях, это и приводит к чему? Банят ваш аккаунт, и банят ваш ресурс. То есть при попытке перейти по такой забаненной ссылке, вы можете увидеть, что Контакт напишет «Переход на небезопасный сайт», и просто не даст вам на него перейти. И тут никакой опасности в самом ресурсе нет. Опасность заключается в том, что эту ссылку раскидывали же очень часто, и очень много людей на нее жаловались. Как говорят, бан домена, то есть адреса сайта. А что уже на этом домене, это уже не важно. Просто социальная сеть ВКонтакте решила, что на этот ресурс лучше людей не переводить, потому что очень много пользователей социальной сети на него жалуются. Поэтому не надо этим злоупотреблять. И основная ваша задача – это естественное человеческое общение и желание людям помочь. Если вы будете придерживаться этим простым рекомендациям, у вас все будет реально хорошо. Но и самое главное – это цель вашего разговора, к чему вы идете. Если вы видите, что человек начинает вас, извините за выражение, просто уводить куда-то не туда, мы заходим на его страничку, например, удаляем его из друзей, и затем просто-напросто можем взять и заблокировать или пожаловаться на его страничку. Вот такие вот пожалующиеся на вашу страничку и приводят к тому, что вашу страницу замораживают. Но можете заблокировать, либо просто внести его в черный список, и все, человек не будет вам больше ничего писать, не будет тратить. Но на это должна быть какая-то адекватная причина. Итак, я вас благодарю за то, что прослушали этот ролик. Будет еще один ролик, в котором я расскажу, как получить активность с помощью того, что называется сервиса. Мне эти сервисы не очень нравятся, но я прекрасно понимаю, что многие сетевики, которые не обладают еще экспертностью, у которых нет денег на платную рекламу, которые не могут пользоваться средствами и автоматизациями, этими сервисами пользуются для раскрутки своего. Жду вас в следующей части нашего урока.